не является политическим врагом советской власти. Чтобы не рассматривали так церковь, потому что в основном то ведь преследовали за контрреволюцию, то есть приписывали политические преступления. Поэтому я думаю, что эта декларация имела значение на тот период. Это было мнение митрополита Сергия. Сегодня мы не требуем от кого бы то ни было подписания или принятия этой декларации. Московский Патриархат, Русская Православная Церковь здесь, на нашей Родине, она засвидетельствовала верность Святому Православию кровью мучеников, исповедников, которые во множестве засвидетельствовали свою верность Святому Православию, своей жизнью, своим мученичеством. В годы, которые уже последующие, вот я скажем, да, когда начал свое пастырское служение, это 50-й год, эти годы уже не расстреливали, уже не ссылали. Нас считали людьми, я сказал, второго сорта в одном из своих интервью. Мне писали люди, что это хорошо бы, если бы второго сорта. Нас не принимали. Нас отторгали от общества. И все время каждый из священнослужителей боролся за сохранение церкви. Архиереев я близко знал Гедеона, теперь он митрополит Ставропольский. Беседовали мы с ним по 3-4 часа, так что если полная у него прихожая священников, он никого не примет. Примет первым делом меня. Разговаривали мы на разные темы, навсегда одним. Я призывал его к подвигу, а он по животу себя постукал, вот так вот, ну там уже центра полтора веса, и говорит, Игнатий, ты призываешь меня на подвиг. Ну смотри, какой я ерундой набитый, ну куда я годен, ведь смешно. А почему же, вот я говорю, никто не верит, я говорю, жизни, видимо, не видят вашей владыка. Тогда бы люди поверили и пошли за Христом. Он даже мне однажды говорит, он достает Библию, говорит, ты упрекаешь, что я не читаю Библию. Посмотри, вот специально Библию, я взял, она с треском раскрывается, ни разу не открыванная. Он говорит, догадался, взял, подписал мне дарственную. То есть у нас не раз вот заканчивались на таких юмористических тонах. Самая неприятная тема для меня говорить о той личности, которая совершила величайшие преступления за всю историю человеческого общества. Основателя социалистического государства. Если бы он не был величайшим лжецом, не обещал людям то, что невыполнимо явно, он бы не выскочил, не сказал, есть такая партия. Если бы сказал, есть такая партия, которая может разрушить всякую культуру, уничтожить любовь друг к другу, чувство милосердия, кто же за ним пошел бы? Искусственно создам голод, все крестьянство сошлю на север, люди погибнут. И будет зарыто в земле 110 миллионов, как сегодня уже статистика показывает. Ни один человек бы в его сторону в броневика не посмотрел бы. Как меня взяли в 79-м году, у меня было повыстейшее на его памятник написано. Стоит свой рот аж череп, по мету птиц подставив голый череп, вождь атеистов, сонмище иуд. И вот мы видим, что с 24-го года впервые в мире, что мертвый человек может мучить живых день и ночь. Стоят на вытяжку, караулят кого? Земля не рождает. И сегодня это все понимают. Здесь прямая связь. Пока его не похоронят, а не похоронят, пока не будет принесено соборное покаяние за все злодеяния, которые сделал Ленин на этой земле. За его палачей, сподвижников, таких как Феликс, как Свердлов, расстрелявший царское семейство. Земля не будет рождать и бедствия в стране. Чернобыль, взрывы поездов не прекратятся. Видите, есть, по-моему, и его завещание, и его желание быть похороненным на Волковом кладбище. Так что то почитание и тот культ, который был создан, он был создан против его воли. Всегда нужно уважать волю человека. Выход сегодня один, чтобы партаппарат, который нашел убежище последнее в Московской Патриархии, помогли собрать собор совместно с зарубежной православной церковью, принесли всеобщее покаяние, и через это покаяние перед народом, перед предками, перед расстрелянной царской семьей за нарушение клятвы, данной в 1612 году Дому Романовых на вечные времена. Неоднозначное сегодня отношение в нашей стране к этому акту. Поэтому я считаю, что нужно не спешить с этим актом. И поэтому великую княгиню Елизавету Федоровну, которая не связана с политикой, в ее канонизации мы не будем канонизовать идеологию, а подвиг. Подвиг служения ближним, подвиг мученичества. С этого мы начнем. И этот процесс, который начался канонизацией мучеников российских, предстоит канонизации митрополита Владимира Киевского, митрополита Петроградского Вениамина и с ним убиенных. Так что этот процесс будет развиваться, но мы не считаем возможным вот так инкорпоро. Освободить русскую землю от этой скверны. Ибо русский народ, вот 70 с лишним лет, является трупопоклонником. Центр нашей земли это Красная площадь. И что мы на ней видим? Это срам и стыд. Но после покаяния думаем так, что Господь позволит похоронить это чудовище. По-другому его сегодня называют, как самая кровавая креатура всех времен и народов. Идолов построили для себя люди, новых. Вот Владимир Семенович Высоцкий, ну и Василий Макарович Шукшин. Это наш земляк. Все того и другого я не читал. До конца хотелось. Недавно еще спрашивал, если есть специалисты, у которых все до единой маленькой даже записки Высоцкого, помогите мне полностью с его творчеством ознакомиться. Потому что когда был объявлен однажды в одной организации молодежной «Вечер» о Высоцком, я предложил свои услуги. Позвольте мне сказать слово. И вы увидите, что Высоцкий это пьяница, это наркоман, это блудник. И поэтому он развращает молодежь. Он не ведет ее к Богу. Вы построили идола на пустом месте. И он, находясь, быть может, в аду, что всего вероятнее, вас туда же влечет. Когда я наедине в кабинете лектора объяснил, я прошу Вас, только не вставайте, ничего не говорите. Я понял. Он говорит, что стоит Вам сказать, и от всей нашей лекции праха не останется. Вот и все. Он хватался, как Шукшин, за 10 дел и на этом сгорел. У Шукшина богохульные мысли. За 5-е, за 10-е хватался. Того же Аразина прославляет. Он хороший. Плохой митрополит. Плохие бояре. А он хороший. Вот эту самую песню из-за острова Настрежень поют. Гмырье. Я написал, ну, на радиостанцию в Москву. Я говорю, кого Вы прославляете? Ведь этого человека сегодня, любой следователь сразу должен арестовать по 102-й и по 117-й статье. Изнасиловал какую-то персиянку, княжну. И теперь малодушный, от упрека своих бандитов, сотоварищей, ну, подельников. Он ее топит. Волга, прими от казака. А что, это твой подарок? Ты бросил трубку с табаком туда разве. Жизнь человеческую оборвать. И это прославляется сегодня в эфире, как пример для молодежи. Ну, потому так много, что изнасиловал, зарезал, изнасиловал, задушил. Почему? Да по стенке Разину все это идет. И вот из таких-то людей сегодня пытаются сделать каких-то кумиров. И куда они людей приведут? Только скажешь, бедная и несчастная Россия. Да неужели же у тебя ничего не было лучшего? Второй день я нахожусь на земле Алтая. И сегодня на родине Василия Макарыча Шукшина мы закладываем часовню, а может быть и храм, в честь святого равнопостального великого князя Владимира. Здесь был в свое время храм, но так же, как и многие сотни и тысячи храмов по лицу нашей русской земли, они были порушены, разорены. Мы сегодня, в эти дни, начинается возрождение наших святынь. Мы возрождаем храмы для того, чтобы возродить в жизни нашего общества нравственные, духовные ценности. К сожалению, сегодня вот этих качеств, этих добродетелей в нашем обществе мы испытываем недостаток и дефицит. Помолимся над освящением будущего святого места, часовни или храма. Благослови, святейший владыком. Благословен Бог наш, всегда ныне и пресно, и вовеки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи помилуй. Мерзость. Ездят в троски, там прославляют. Конечно, только по одному это можно определить. Свой человек, свой, свояка видит издалека. Только и всего. Вот этот считает, как он относится к священникам, какими словами, с какими... Это же, ну, откуда он знает, говорил ли это Стенька разен или нет. Он же не знает, был ли такой вот между ними диалог. Тоже не знаем. Это Василий Шукшин, это Василия Макарыча мысли. Это его ненависть выпреснулась на книгу. Начинает. Первое. Попов шибко не люблю, гадов. Лишь бы нажрать, свиньи. Это они все губят. Лучше уж убивай на большой дороге, чем обманывать-то. А то и Богу врет, и людям. Не жалко таких нисколь. Рубить и поленницей складывать. А убивать грех. Первые же попы за Бога прячутся. Выходит, он их предпрывает. Кого? Отвечает другой. Дерьма много. Дерьма много. Другого слова у него нет. Простите за выражение, как у Ленина пишет Солженицын. Русская интеллигенция, говорит, говно. Так вот это то же самое. Это его выкормыши, и другого у них слова нет. На интеллигенцию, на церковь. И прославляют, и в сроски едут, и священники, и наши войтовичи, они там кадилом машут. Да по неволе скажешь только. Не веди нас в искушение. Спасибо. Ну вот, часто задают вопрос во время моих встреч с молодежью, также среди солдат, заключенных, что я скажу об убитом протоире Александре Мене. Я на это отвечаю так, что считаю, что имея на это право высказать то, что было пережито мной при личной с ним встрече. Вот молодежь Алтая напечатала часть моего интервью с Александром Менем. У меня сохранилось три интервью больших, на пленке записано, я могу дать в любой момент. Это предлагал даже на местное радио. Вот сейчас из него стараются сделать чуть ли не святого. Да. Я не знаю, где он у Бога в данный момент, но когда мы встретились, я самый первый вопрос задал ему. Александр, значит, отец Александр, вот если бы вы знали, что за ваши книги вы будете в аду, вы бы своей рукой уничтожили их сейчас или нет? И рассказал ему о человеке, близкого для меня, родни, который прочитал на корабле его книгу и отпал от Бога. И мне пришлось много месяцев с ним беседовать, доказывать, и кое-как убедил его, что это не так, что это ложь, что это ересь, которую говорит Эммануил Светлов. Я не знал, что это Александр Мень. Я думал, это человек, живший в прошлом столетии. А он еще и Боголюбов под тремя фамилиями себя печатал, или печатали его за рубежом. Я считаю, что он погиб от руки своих. Сохранить его как знамя. То есть, не те, которые его любили, а под одной эгидой, как общество памяти. Вот из этой среды могли это сделать. Это самый близкий поиск. Могли бы его сузить при убийцах. При поиске убийц. А где он будет в вечности, мы не судим, и только Бог знает. Но думаю, что эта его смерть послужит ему во оправдание в чем-то, как и каждому человеку, страдания на земле засчитываются Богом. Поэтому ни о какой святости речи здесь быть не может. Пророчество библейское, а он абсолютно не верил. Он с Библией обращался очень вольно. Я этот вопрос задавал не раз. И Александру Мению, и отцу Глебу Якунину, и отцу Дмитрию Дудко. Почему в литературе России не было героя настоящего, не считая старца Зосимы, в братьях Карамазов? Ну, нигде нет. Ну, еще я нашел у Некрасова в Мертвом озере, в его романе. Практически нет ничего. Почему? Не потому ли, что не было. Ведь Серафим Саровский, фактически, он является современником Пушкина, даже захватил его. Почему ни одного слова нигде не написано? Разве он не слышал? Ну, хотя бы краешком захватил. Почему эти тетяны, шорохи, платья, все они описали? Почему нету оправдника? Я сын крестьянина-пастуха. Нас у него десятеро детей, и мы выросли на полях. Каждый кустик, каждая пташка наша родня. Плавал в подводном флоте, полюбил флот. Занялся изучением языков. За шесть месяцев в армии изучил английский язык. Немцы считали меня, что я именно немец, но только имею, кажется, произношение «Hogdeutsch». Потом занялся французским языком, испанским, занимался греческим. Поступил учиться в Рижское мореходное училище. Но так как у меня уже желание было уехать за границу, я решил сдать все экзамены по выбору комиссии на одном из отверных языков. Немецком, английском или французском. Высшую математику, годовую программу я сдал за полторы недели. У меня одержимость была ко всякому учению. И поэтому, когда впервые я получил в руки Евангелие, то у меня в среднем уходило на Слово Божие не меньше десяти часов в сутки. Везде, всюду мне помогали люди. Так уж Бог сделал, что, как дядя у меня говорил, сам я не кудышный, а зато друзья хорошие. Так и здесь. Мне Бог даровал счастье в жизни, иметь прекрасных, преданных друзей. И о том, чтобы расчищать камни, вот эти камни, сделать и прямыми стези Господу, я это на каждом шагу говорю. Мы должны превратиться в трубу Божию. Господь все через нас делает. Нашими ногами ходит, нашими руками, нашими устами. И нужно приготовить путь Господу сегодня, а не тогда, когда был Иоанн. Но Иоанну Крестителю, когда мы молились, мы говорили, Иоанн Креститель, укрепи нас мужеством умереть за Христа, как ты. И та пустыня, которая без Божия окружает нас, чтобы она не подавила нас. Мы живем, как ты жил со змеями. Мы прямо к Иоанну Крестителю не к тому, который написан на иконках, а мы живого, близкого ощущали. Поэтому слова, приготовьте путь Господу, они звучали у нас постоянно. Даже на пути лежит камень-стекло, мы детям говорили, расчищайте дорогу. Вот как написано, давайте буквально уберем стекло, здоровьем, вы хозяева здесь. Так вот мы сейчас-то, имея вокруг столько неверных людей, неверующих в Бога, имеем такое поприще каждое. Для этого только нужно одно, вожить любовь к Богу в себе и донести это до людей. Прямыми сделать стези Господу в сердце у каждого человека, убрать то, что задерживает. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И там молились. Вот я хочу рассказать, что наступило время сейчас, вы уже почти все взрослые, тут маленьких нет таких. Никодим, наверное, самый маленький. Ты тайну хранить умеете, чтобы другому никому не рассказать? Вот будут тебя пытать, мучить. Где ты был?